как просверлить стекло буду сравнивать 4 различных сверла как они сверлить и каким из них удобнее и лучше просверлить стекло подготовил 4 одинаковых куска стекла в каждом из них я просверлю по центру по одному отверстию разными сверлами какие сверла буду использовать первое трубчатое сверло по стеклу и кафелю диаметром 5 миллиметров второе двугранное сверло по стеклу и кафелю диаметром 6 миллиметров третье четырехгранное сверло по стеклу и кафелю диаметром 6 миллиметров Четвертое, обычное сверло по металлу диаметром 4 мм. Все сверла новые, их я и буду сравнивать. Ускорять видео я специально не буду, для того чтобы было видно сколько в реальности тратится времени на просверливание отверстия в стекле каждым из сверел. Начну с двухгранного сверла, распечатываю его. Под кусок стекла подкладываю кусок ДВП. Сверло устанавливаю на дрель. Сверлить нужно на небольших оборотах, давить сильно на дрель тоже не нужно. Чтобы отверстие сверлилось быстрее, можно в процессе сверления слегка покачивать дрель из стороны в сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы получить отверстие без сколов с обратной стороны, стекло стоит перевернуть на другую сторону, когда кончик сверла выйдет с обратной стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, отверстие в стекле с помощью двухгранного сверла просверлено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь буду пробовать четырехгранное сверло. Распечатаю его и устанавливаю на дрель. Беру новый кусок стекла и начинаю просверливать в нем отверстие с помощью этого 4-х гаранного сверла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, отверстие просверлено с помощью 4-х гаранного сверла. Вот что получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перехожу к испытанию трубчатого сверла. Распечатываю его и устанавливаю на дрель. Сверлить этим сверлом сложнее. Точнее, таким сверлом трудно начать сверлить, так как у него нет острия. Начинать сверлить таким сверлом нужно боком. Вначале делается наметка в месте будущего отверстия. Дрель со сверлом держится под наклоном к плоскости стекла. По мере того, как сверло начинает просверлить стекло, дрель со сверлом постепенно выпрямляется, пока не примет положение, перпендикулярное к плоскости стекла. К этому моменту трубчатое сверло уже полностью должно прорисовать контур будущего отверстия. Дальше сверление производится как обычным сверлом. Дальше сверло. Дальше сверло. Отверстие с помощью трубчатого сверла просверлено. Вот что получилось. Есть сколы. Притом сколы произошли как с обратной, так и с передней стороны стекла. Пробую четвертое сверло. Это обычное сверло по металлу. Оно не предназначено для сверления стекла. Но интересно, можно ли с его помощью просверлить стекло и сколько это займет времени? Устанавливаю его на дрель и начинаю сверлить. Дальше сверло. Субтитры подогнал «Симон»! Игорь Негода. «Симон»! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сверло сверлит очень плохо, медленно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Получилось просверлить отверстие в стекле с помощью обычного сверла по металлу. Вот что получилось. Получился большой скол. Сколы получились с обоих сторон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что я думаю про эти сверла? Сверло по металлу. По моему мнению, это самый худший вариант. Сверлится очень долго и получаются большие сколы. Но это и не удивительно, так как это сверло и не предназначено для сверления стекол. Но как вариант, если очень нужно просверлить стекло, а специальных сверел нет, и сколы вокруг отверстия не критичны, то можно помучаться и с таким сверлом. ТРУБЧАТОЕ СВЕРЛО Этот вариант лучше, чем предыдущий. Сверлить таким сверлом достаточно быстро. Но проблема состоит в том, что от него тоже происходят сколы вокруг отверстия. Вдобавок к минусам такого сверления, прибавлю и то, что этим сверлом очень трудно просверлить отверстие точно в размеченном месте. В начале сверления трудно удержать сверло, и оно начинает ездить по стеклу и создавать царапины. Вот пример неудачного начала сверления трубчатым сверлом. Теперь про четырехгранное и двухгранное сверла. Сверлить обоими сверлами отлично. Нет сколов, и отверстие в стекле просверливается очень быстро. Двухгранное сверло сверлит немного лучше, чем четырехгранное. Но четырехгранное сверло прослужит намного дольше, чем двухгранное. Дело в том, что во время сверления сверло сильно нагревается, и его, если не остужать, то от перегрева выпадает победитая напайка на конце сверла. На двухгранном сверле она выпадает намного быстрее, чем на четырехгранном сверле. Если нужно сверло, которое сверлит лучше, то стоит брать двухгранное. Если нужно сверло, которое прослужит дольше, то тогда четырехгранное сверло будет лучшим вариантом. В следующих видео я протестирую эти сверла на кафеле. Как они сверлит стеновой кафель, и как сверлит половой кафель ГРЭС. Сверление полового кафеля отличается от сверления стенового кафеля. Половой кафель нужно сверлить немного иначе, так как он очень крепкий. Продолжение следует...